Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели. Меня зовут Лаврова Ивановна Юрьевна. Я аспирант третьего года обучения Санкт-Петербургского государственного университета. Я выступаю с докладом по теме диффузионно-тензорная магниторезонансная томография, визуализации проводящих путей головного мозга, ее физические основы, а также анатомия, функции и реконструкция пучков белого вещества. Актуальность темы. С момента своего появления в 1988 году диффузионно-тензорная МРТ стала одним из самых популярных и передовых методов визуализации с множеством клинических применений, а также незаменимым инструментом для прижизненного отслеживания волокон белого вещества. В настоящее время существует множество программных опций для обработки данных DTI, а также схем, по которым такие данные могут быть получены. В данном докладе представлена анатомия функций волокон белого вещества, а также примеры их реконструкции с использованием метода РОИ. Физические основы. Диффузия – это процесс взаимного проникновения различных веществ, используемых тепловым движением молекул. МРТ фокусируется на самодиффузии, то есть диффузии частиц вещества среди других частиц того же вещества. Скорость среднего смещения по времени – это движение описывается коэффициентом самодиффузии D. Анизотропия. Многие ткани имеют внутреннюю структуру, в которой движение молекул, по крайней мере, в одном направлении является предпочтительным, то есть они представляются в анизотропной среде. В этом случае диффузии уже нельзя описать одним коэффициентом самодиффузии. И таким образом используется тензор самодиффузии для лучшего описания этого процесса в таких средах. Импульсные последовательности МРТ можно сделать чувствительными в диффузии, используя диффузионозвешенные градиентные импульсы. Чтобы ускорить получение изображения, обычно используется спиновое эхо или турбоспин эхо, импульсные последовательности для получения таких изображений. Реконструкция. Для реконструкции диффузионного тензора диффузия должна быть исследована как минимум в шести направлениях. Интенсивность движенных изображений определяется значением B. Часто требуется B0. И изучение диффузии в большем количестве направлений при большем количестве значений B увеличивает надежность реконструкции, но требует большего времени сканирования. Единицы измерения диффузии. Диффузионный тензор не очень подходит для использования в клинической практике. Вместо этого несколько практических единиц измерения могут быть рассчитаны из диффузионного тензора. Например, фракционная анизотропия означает, есть ли направление. Средняя диффузивность, как быстро происходит движение. Акциальная диффузивность, как быстро происходит движение вдоль волокон. И радиальная диффузивность, как быстро происходит движение поперек волокон. Также из тензора можно определить главное направление диффузии. Исследуя в этом направлении, пока он не исчезнет, можно проследить путь анизотропного волокна в трехмерном пространстве. И таким образом отслеживаются и изоливируются нервные пучки. Направление диффузионного тензора. На картах фракционной анизотропии наглядно демонстрируется направление тензора диффузии. Зеленый цвет означает переднизальное направление, красный слева направо, синий сверху вниз. Проводящие пути головного мозга подразделяются на ассоциативные, комиссуральные и проекционные волокна. Ассоциативные объединяют участки коры в пределах одного полушария. Комиссуральные объединяют схожие участки коры между полушариями. И проекционные объединяют участки коры с базальными ядрами, с полом, мозжечком и спинным мозгом. Ассоциативные волокна. Есть короткие пучки, которые объединяют лежащие изделины, и длинные, которые объединяют дальше расположенные изделины. И состоят они из аркуатного пучка, нижнего подольного, нижнего затылочно-лобного, поясного и крючковидных пучков. Аркуатный пучок объединяет центры вермики и брака. Центр брака со средними лобными предцентральными изделинами, и центр вермики со средней височной изделинами. Функция окладного пучка – распознавать речи, соответствующим образом на нее реагировать. Повреждение этого волокна снижает способность повторять произнесенные слова и может вызвать синдром одностроннего пространственного игнорирования. Верхний продольный пучок имеет три сегмента. Передний внешний сегмент объединяет верхние отделы, теменной доли, предцентральные и подцентральные изделины, клины, задние отделы, верхняя лобная изделины. Задний сегмент соединяет префронтальную кору с нижней теменной корой. Средний сегмент соединяет покрышечную часть и надкраевую изделину. Первый сегмент регулирует высшее моторное поведение, например, условно-ассоциативные задачи. Задний сегмент предоставляет двунаправленную информацию о восприятии визуального пространства, и его повреждения может привести к нарушению пространственной памяти. Средний сегмент может передавать самотосенсорную информацию, языковую артикуляцию, мониторинг движений лица и рук. Нижний продольный пучок объединяет экстрастриотарную зрительную кору в затылочной доле с передней височной долей, крючком, парагипокомпальной извилинной и медалевидным телом. Нижний продольный пучок отвечает за зрительную память, и обеспечивает связь между корковой частью зрительного анализатора и властями лобной коры, отвечающими за психические функции. Имеет важное значение в визуальном распознавании объектов в памяти, может связывать распознавание объектов с его лексическим значением. Повреждение этого волокна может привести к одностороннему пространственному игнорированию, зрительной амнезии, галлюцинациям или зрительной гипоэмоциональности. Нижний затылочный лобный пучок объединяет затылочную лобную долю в нижних отделах, проходит по нижнебоковому краю ограды и объединяет затылочную долю с остальной частью мозга. Другие его волокна также объединяют кору визуальных ассоциаций височной доле с префронтальной корой. Он может играть роль в прогрессировании заболевания между лобными и височными долями, а также может являться причиной синдрома височных долей при вне височных поражениях. Поясной пучок является основным компонентом дорсального лимбического пути, формирует большую часть белого вещества поясной извилины, его волокна объединяют области вокруг мозолистого тела. Он связывает и регулирует компоненты лимбической системы, участвует в формировании мотивации и эмоций, а также в присутствии рабочей памяти. Крючковидный пучок является основной частью центрального лимбического пути, который объединяет пучки от растральной височной доли, височный полис, крючок, гиппокамп, миндалевидное тело до белого вещества лобной коры, может достигать превышен дальних областей. Крючковидный пучок важен для обработки новой информации, саморегуляции и положительной или отрицательной эмоциональной оценки информации. Крючковидный пучок слева отвечает за слухоречивую и декларативную память. Его повреждения приводят к серьезным нарушениям памяти, таких как посттравматическая ретроградная анонсия. Конфессоральные волокна представляют собой мозолистое тело, переднее и заднее спайка. Мозолистое тело объединяет соответствующие участки коры между полушариями. Волокна, пересекающие коленный валик мозолистого тела спереди и сзади, формируют малые и большие щепцы соответственно. Основная функция мозолистого тела – межполушарная сенсомоторная и слуховая связь. Генезия мозолистого тела может проявляться сдержкой речи и проблемной интеграцией визуальных и тактильных стимулов. Передняя спайка проходит через терминальную пластинку и передние волокна соединяют обонятельные луковицы, переднее обонятельное ядро и переднее перфорированное вещество. Задние волокна соединяют среднюю и нижнюю височные глины. Передняя спайка отвечает за обоняние, химорецепцию, передачу сигнала вострой боли. Задняя спайка проходит поперечной пластинке сушковидной железы, объединяя средний мозг, таламус и гипоталамус. Задняя спайка отвечает за последовательную двустороннюю реакцию зерчка на свет. Проекционные волокна представляют собой лучистый венец, кортикоспинальные тракты и зрительную лучистость. Лучистый венец представляет собой комбинацию коронально ориентированных волокон практически ко всем корковым областям и от них. Он объединяет волокна внутренней капсулы, включая кортикоспинальный, кортикобульварный, кортикопантинный и кортикокталамический тракты. Лучистый венец передает информацию между корой головного мозга и стволовыми структурами. Кортикоспинальные тракты – это основные эфирентные проекционные волокна, которые соединяют моторную кору со стволом и спинным мозгом. Кортикоспинальный тракт сходится в лучистый венец и продолжается через заднюю ножку внутренней капсулы к ножке мозга и боковому канате к спинному мозгу. Кортикоспинальный тракт контролирует правильные, ориентированные на внимание движения, а также мелкую моторику кисти и пальцев. Зрительная чистость является частью зрительного тракта и начинается от натурального коленчатого тела и заканчивается в стылочной коре. Передний пучок зрительного чистости передает информацию от нижних отделов сетчатки. Центральный пучок соответствует макулярной области и задний пучок передает информацию от верхних отделов сетчатки. Несколько клинических примеров. Частичная генезия мозолистого тела. А и Б – это 3D-реконструкция. Колено мозолистого тела изозначено красной стрелкой. И частичная генезия – желтой стрелкой. Трактография малых сетцов, объединяющих лобные доли ЕФ. Это трактография остаточных волокон мозолистого тела без наличия межполушатной связи. Рассеянный склероз. А и Б – это аксиальные Т2 и флэйр изображения. И Ц и Д – с внутренним контрастированием. Обновляются множественные очаги демилинизации в лучистом лице в семью вальных центрах в белом веществе с обличением мозолистого тела. Е – это цветовые карты диффузии. И Ф – карты фракционной анизотропии. Отмечается снижение значения фракционной анизотропии, которая соответствует поражению волокон белого вещества. Глебластома. А и Б – это Т2 корональная. Также Т1 с внутренним контрастированием. Объемное образование левой источной депилочной области с нейтральным микробом. Изображение Ц, Д, Е, Ф, Д, Эйч – это цветовые карты фракционной анизотропии, которые демонстрируют медиальное освещение левых лобно-затылочного, продольного пучков и лево-адеративной лучистости. Трактография при данной патологии А, Б и С – это трактография нижнего лобно-затылочного и крючка веяного пучков, Д – это трактография нижнего продольного пучка зрительной учистости. Отмечается верхнее медиальное смещение нижнего лобно-затылочного пучка «желтая стрелка» и верхнее медиальное смещение правого нижнего продольного пучка зрительной лучистости. Синяя стрелка Е, Ф – трактография верхнего лобно-затылочного и нижнего продольного пучков. Верхний лобно-затылочный пучок – белая стрелка и нижний продольный пучки – зеленая стрелка. Отмечается верхнее медиальное смещение обоих пучков. Оранжевая стрелка. Выводы. Диффузионно-тензорная МРТ и трактография являются ключевыми инструментами в анатомическом исследовании волокон белого вещества. ДТА способно выявлять патологические изменения при большом количестве заболеваний, таких как нарушение развития или психические расстройства, а также очень полезно при ишемии, рассеянном склерозе и опухолях. Использование ДТА и трактографии в сочетании с функциональной МРТ и интероперационной стимуляцией – это многообещающая методика, которая помогает планировать хирургическое лечение и прогнозировать его результаты. Источники информации, которые были использованы при подготовке данного доклада. Спасибо большое за внимание.